Всем привет! С вами снова я, Катя Усманова. В прошлый раз я вам показывала свою тяжелую базовую тренировку ног и обещала, что покажу более легкую тренировку, интенсивную. Поэтому не будем откладывать, обещание принято выполнять. Поехали! Как я сказала, наша тренировка сегодня будет легкая и интенсивная. Легкая – это не значит, что нам будет легко. Просто мы будем работать с не очень тяжелыми весами. У нас будет больше кардио, больше изолирующих упражнений. Мы будем делать это с большей интенсивностью, то есть меньше отдыхать, с хорошим таким пульсом. Я эту рекомендую тренировку проводить людям, у которых две тренировки ног в неделю. Я при наборе массы, когда у человека нет проблем с жировой прослойкой на ногах, нет проблем с тонусом ног, а ему нужно именно наращивать мясо в нужных местах, я считаю, что достаточно тренировать ножки раз в неделю. Но если вам нравится, да, то есть вы хотите и набирать массу, то есть если вы не так давно занимаетесь, то можно, в принципе, тренироваться два раза в неделю на ножке. Одну делать базовую тренировку, какую я вам показывала в прошлый раз, и одну делать более интенсивную тренировочку. Вот это не взаимозаменяющие вещи, это именно взаимодополняющие. Вот, первое упражнение мы начнем – присед с гантелью. Смотрим. Берем 5 килограмм. Мы будем приседать, ножки на ширине плеч, носочки слегка расставлены в сторону. И, внимание, приседаем мы с ровным позвоночником, садимся на носочки, переводим вес на пяточку, и только с пяточки мы поднимаемся вверх. Никаких рывков в нижней фазе, никаких. Сели на носочек, перевели вес на пяточку, и только потом за счет ягодиц встаем. И таких 20 повторений. Несмотря на то, что мы работаем с достаточно легким весом, упражнение это делает достаточно тяжело. Забиваются и квадрицепсы, и ягодицы, и бицепс, поясница в напряжении, пресс всегда держим напряжение. Поэтому не нужно не даться, не обязательно вешать большие веса, как я уже говорила. Главное это концентрироваться на том, что вы должны вставать ягодиц. Ни в коем случае не нужно делать рывочком коленками, когда вы встаете вперед, и рывков раньше времени попой. Вы должны всегда при приседе приставлять, как будто вас тянут именно за голову вверх. То есть ровной спиной сели, перевели вес на пяточку, и потом только встаем. Тогда будут ягодицы максимально напрягаться. Отдыхаем мы в данном случае не больше 40 секунд однозначно. Вот поэтому поехали, второй подход. Дышим правильно, встаем на выдохе. На носочек сели, перевели вес, встали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас могу показать, что такое, как делать не нужно, наглядно. Сесть на носочки и начинать вставать до того, как мы перевели вес на пяточку. Раз, и потом поднялись. То есть это неправильно. Идет нагрузка на поясницу, на квадрицепсы. Ягодицы не успевают почувствовать в данной ситуации ничего абсолютно. Вот так. И только потом за счет ягодиц встаем. Аж носочки отрываются. Только так и не иначе. Еще третий подход. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы закончили наш присед. Мы хорошо разогрели поясницу, хорошо разогрели ножки. Сейчас можем перейти к мертвой тяге. Это будет единственное тяжелое упражнение в нашей легкой тренировке. Вот, поехали, посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не рекомендую делать мертвую тягу в день тяжелого приседа, потому что это достаточно тяжелая нагрузка на поясницу. Вот, поэтому мы сделаем ее сегодня. Первый подходик у нас будет разминочный с пустым грифом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Упражнение лучше делать перед зеркалом, потому что нам нужно очень строго следить за техникой. Здесь у нас ни в коем случае не должна гнуться спина, именно гнуться позвоночник. Корпус, естественно, наклоняется, но позвоночник не гнется ни в коем случае. Мы должны чувствовать, как позвоночник зажат мышцами. То есть мы прям изначально напрягаем поясницу и с ровненькой спиной наклоняемся вниз и чувствуем, как тянется бицепс бедра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь мы навешиваем вес по 10 килограмм с каждой стороны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В своих тренировках и присед, и мертвую тягу я делаю строго с поясом, обязательно. Поэтому одеваемся в наше обмундирование. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Затягиваемся хорошенько. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С поясом значительно снижается нагрузка на поясницу. Вы должны здесь чувствовать именно нагрузку в задней части, в задней поверхности бедра. Опускаться нужно именно с ровной спиной. Если держать ее зафиксированной мышцей, позвоночник держать зафиксированной, как в корсете мышечном, то будет напрягаться именно бицепс бедра, ягодицы. То есть мы опускаемся настолько низко в этом упражнении, насколько нам это позволяет бицепс бедра. То есть когда мы уже начинаем круглить спину, это уже неправильно. То есть не принципиально блокироваться на какой-то точке до колена. Если у вас хорошо растянут бицепс бедра, то вы должны опускаться настолько, чтобы чувствовать, чувствовать, чувствовать. Плавно-плавно-плавно тянем-тянем-тянем-тянем. На выдохе вверх, напрягая ягодицы. Но при этом держим спинку ровно. Делать мы будем 3 подходика по 12 повторений. Это упражнение единственное в нашей тренировке, которое мы будем делать, при этом отдыхая чуть больше, чем между другими подходами. То есть здесь нужны силы для восстановления. Чтобы ни в коем случае мы не запыханными делали. Не на автомате это все должно происходить. Вы встали. Мысли у вас должны быть сконцентрированы только на этом упражнении. У вас не должно стоять задачи всеми правдами и неправдами поднять эту штангу. Нет. У вас должна стоять задача поднять эту штангу именно с помощью ягодиц, при этом растягивая бицепс бедра. Но не просто поднять, лишь бы как. Хоть спиной, хоть чем. То есть обязательно вы должны в любом упражнении вы ставите себе задачу, с помощью каких мышц вы должны это упражнение выполнить. Иначе будут включаться мышцы, которые у вас наиболее развиты, наиболее сильны. У кого-то это спина. В других упражнениях еще какие-то другие мышцы будут подключаться. Поэтому всегда концентрируйтесь. На каких мышц вы должны работать. А еще, кстати, это очень красиво. И грациозно. Мертвая тяга. Выглядит, когда это делаешь с рогнутой, изогнутой спинкой. Вот, правильно наклоняешься. Собирается много зрителей. Тренировочный процесс тормозится у всех. Кроме тебя. Разнохват у меня, потому что мне так удобнее. У меня хват достаточно слабый. Вот. Так я чувствую штангу увереннее в руках. Держи. Сконцентрировались. Поясницу напрягли. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, собственно, если это упражнение вы выполняли правильно, у вас должна слегка, слегка поднимать поясница и хорошо уже так проработаться бицепс бедра и ягодицы. То есть, поясняю, это не становая тяга. Она рассчитана не на проработку поясницы. Вот. А на проработку ягодицы и бицепса бедра. Вот. С мертвой тягой мы заканчиваем и переходим на суперсет, который будет включать в себя гиперэкстезию и бицепс бедра. Опять-таки поясничка. Разогреваем. И ягодицы. Поехали. Сейчас мы будем делать суперсет. Это гиперэкстензия и бицепс бедра. То есть, сгибание ног. Суперсет, это значит, между этими двумя упражнениями, между подходами. Мы не будем отдыхать вообще. Мы будем бегать от одного к другому. Вот. Гиперэкстензию мы будем делать, концентрировавшись опять-таки на ягодицах. Вот. То есть, не нужно гнуть сильно поясницу. Вообще, в принципе, закачивать поясницу не нужно. То есть, для тех, кто не в курсе, поясница добавляет сантиметры в талии. Точно так же, как и косые мышцы пресса, которыми увлекаться не нужно. Поясница – это стабилизационные мышцы спины. Они работают и так, достаточно в большом количестве упражнений. Поэтому отдельно закачивать, если вы там не лифтер, если вы не на силовые показатели тренируетесь, то есть, сильно ее закачивать не нужно. Она в приседе, она везде работает. Вам не нужно там начинать приседать сразу же, там, не знаю, по 100 килограмм, по 80 килограмм. Если вы, в принципе, новичок, то вы начинаете приседать с легких весов. Соответственно, поясница сама по мере увеличения веса, она будет сама тренироваться и отдельно ее закачивать. Я считаю, нет смысла, вот, дабы как бы не увеличить поясницу, поясничные мышцы. Вот, поэтому здесь мы опять-таки с ровной спиной, ровными ногами, мы опускаемся вниз, поднимаемся вверх, сжимая ягодицы на выдохе. Сильно низко, нам не нужно опускаться. Делаем 20 повторений. Ручки за голову, можно перед собой. Ручки за голову, можно перед собой. Побежали на бицепс бедра. Ручки за голову. Ручки за голову, можно перед собой. Ручки за голову. Значит вес нам нужно здесь устанавливать такой, чтобы сделать примерно на 18 повторений Валик у нас не должен кататься по голени, он у вас должен лежать под пяточкой Делаем опять-таки сконцентрированно, поднимаем плавненько, плавненько опускаем, не бросаем До конца мы ножки не выпрямляем, то есть держим всегда ножки в напряжении Валик держим, то есть сдерживаем его ногами, потому что при последних повторениях, когда вы уже окончательно опустите ножки, они расслабляются естественно И в этой фазе вам уже тяжело их мобилизовать Когда вы их постоянно держите в напряжении, можно действительно убить их до победы 40 секунд мы отдыхаем и бежим опять на гиперэкстензию Продолжение следует... Смотрим всегда вверх Это даст вам гораздо больше вероятности, что вы будете ровненько держать спинку Поехали, бицепс! Делаем мы 3 суперсета Гиперэкстензию мы делаем 3 подхода по 20 повторений, бицепс бедра мы делаем 3 подхода по 18 повторений Сильно огромными весами на изолирующих упражнениях убиваться не нужно В принципе, если это конечно не отстающая группа мышц у вас То есть есть конечно люди, у которых отстает бицепс бедра Тогда конечно нужно всячески пробивать его И мертвыми тягами, и изолирующими упражнениями Но в принципе очень важно, что касается изолирующих упражнений Многие ленятся делать базу и ходят по тренажерам Разведение, отведение, сведение Нужно в таком случае очень внимательно на себя смотреть всегда Потому что у каждого человека есть мышцы, которые быстро реагируют Есть, которые очень тяжело пробить И можно увлекаясь, какую-то гипертрофию каких-то мышц увидеть потом Я, например, преподавала, было время групповые занятия, да, это шейпингом Которые, это тренировки вообще без отягощения Так вот, из-за одних и тех же упражнений у одних людей, да, вот то же самое, например, плие Без отягощения абсолютно, да, рассчитано на укрепление внутренней части бедер Так вот, у одних людей эти мышцы, наоборот, росли вообще без отягощения, да, упражнения У других людей здесь горел жир, то есть сразу же заметно умешалось Потому что у каждого человека есть свои прогрессирующие мышцы, есть отстающие И нужно обязательно внимательно за этим следить То есть всегда тщательно смотрите за собой То есть у каждого разная генетика и не бывает универсальных программ Что хорошо для меня, может быть, не очень хорошо для вас То есть как бы смотрите на себя обязательно внимательно Прислушивайтесь к телу Бицепс бедра уже хорошенечко забивается И поэтому, в принципе, можно потянуться Субтитры делал DimaTorzok сделали три подходе к и дальше не отдыхая вот не нужно ждать пока мы переведем дыхание мы идем на отведение ноги на махи ноги мы заковали себя к блоку потому что сейчас мы будем делать отведение ноги отведение ноги мы будем делать исключительно за счет задней поверхности бедра опорная ножка у нас прямая спинка нас прямая мы не наклоняемся вперед мы не оттопыриваем таз назад только за счет задней части бедра задней поверхности бедра мы отводим ножку назад чувствуем пик напряжения делаем это на выдохе и возвращаем ножку в исходное положение таких делаем 18 повторений и и и и и и и Все мои ученицы Это преимущественно девушки, женщины Которые приходят просто привести себя В форму для жизни Чтобы нравиться самой себе Своему любимому мужчине Одна у меня есть девочка Которая хочет тоже выступать Это вообще большая тайна Потому что на самом деле Это наша с ней тайна Нас двоих Потому что вдохновила ее именно я Своими рассказами Она как раз пришла ко мне тренироваться, когда я выступала Ее это настолько вообще впечатлило Но на самом деле это конечно Я ее понимаю, потому что когда-то я тоже этим загорелась Когда я приехала на соревнования Посмотрела вообще, что происходит на сцене Это конечно Ну каждой девочке, естественно приятно Каждая девочка хочет пользоваться Получать вот это внимание на сцене И я ей показывала фотографии, показывала видео Что это такое Это во-первых Во-вторых, естественно я разглядела в ней ту генетику Которая необходима Для этих соревнований Действительно, чтобы выступать на хорошем уровне И я ей дала, что самое главное Это веру в себя Она говорит, да я как-то, ну Я себя считала всегда Ну вроде бы, ну да Ну вроде нет особых проблем Вот А я ей настолько внушила Ну я действительно увидела Многие девочки, они себя недооценивают Я уже это неоднократно всем говорила Что нужно в себя верить И нужны люди, которые в тебя верят Близкие люди Это очень немаловажно Которые тебя поддержат Вообще это огромная движущая сила Это вера Вот И когда я сказала, что Ну все в твоих руках То есть Вот немножечко мы сейчас поработаем Немножко, да Вот отдай себя Этому делу И ты получишь действительно хорошие результаты Вот И сейчас мы работаем Вот Готовим ее к соревнованию Для меня это тоже Вызывает огромные эмоции Потому что Помимо моих Амбиций как спортсменки Вот У меня еще не реализованы амбиции Как тренера То есть мне действительно Быть безумно хотелось Выставить девочку Бикинистку Девочку Или несколько девочек Просто ну у нас город маленький Вот И мало действительно людей Которые бы могли бы загореться этим У нас просто не очень это развито Вот А так Я У нас есть региональные соревнования Которые проводят в Ростове Проходят в Ростове В Ставрополь И когда-то Где я победила Вот Мне конечно же Хотелось бы в качестве тренера Привезти туда Вот И показать, что это такое И дай бог Дальше и на российском уровне Выставлять спортсменок Это конечно Это было бы очень круто Я думаю И девочкам Хотелось бы этого Я уверена Что если будет появиться одна Появится вскоре И еще девочки Увидят это То есть Сейчас я уже кто-то потянулся Раньше Никогда Потом И вообще Конечно Для меня мечтал Провести в нашем маленьком городе Конкурс бикини Пусть какого-то маленького Да То есть масштаба Но это все реально Вот Это очень круто Это действительно Это популяризует Этот спорт Популяризирует Вот Это только для здоровья Бикини спорт По-моему Я говорю Каждая девушка Уважающая себя Ухаживающая за собой Вот Она может заниматься этим спортом Без вреда для здоровья А наоборот Только с пользой Вообще Не нужно бояться Ходить в тренажерный зал Вот Не из Девушек Да У которых есть чувство меры И в первую очередь У кого есть хороший вкус Вот Не будет Не вырастет Из этого человека монстра Мне Я уже занимаюсь Заним первый год Я соревнуюсь уже второй год Еще в самом моем первом сезоне У меня уже будет четвертый сезон В первом моем сезоне Надо сказать Что я была как бы Немножко более мышечная Я занималась раньше Жимом лежа И стала чемпионкой мира По жиму лежа Вот И мне думали Что дальше у меня путь Только больше Больше и больше То есть я когда пришла в бикини Мне сказали Ну немножечко ты Я тогда не занимала первых мест Мне сказали Немножко ты уже перекаченная Пересушенная У меня тогда была Как бы сепарация чуть пожестче Вот И мне сказали Нет дорогая Тебе наверное пора в бикини Я сказала Нет Я изменю свои пропорции так Что я буду соответствовать Уровни бикини И я стала работать Именно над пропорциями Над процентом Жировой прослойки Да Над процентом Воды под кожей То есть это все Как бы над этим Все можно работать Варьировать для того Чтобы добиться нужной формы Которую я хотела То есть мне сказали Нет иди в бикини Я думаю Да зачем мне бикини Да когда у меня То есть конституция У меня бедра Я понимала Что то есть Если у меня Да у меня хорошая генетика У меня хорошо растут мышцы Вот Это не значит Что нужно А ну растет бицепс Давай его закачивать Нет То есть нужно смотреть На себя в зеркало И нужно понимать Что если для пропорции Бицепс у тебя уже лишний Перестань его качать Тебе никто не заставляет Ходить в зал И качать бицепс Нет Качать те мышцы Которые необходимо качать Вот Поэтому не нужно бояться Да что вы превратитесь В монстра Смотрите на себя в зеркало Любите себя Если вы любите себя Вот Если у вас есть Действительно хороший вкус Есть тем более тренер То вы будете становиться Только краше С каждым днем Вот То есть я например И родители теперь мои Видят Что я наоборот Я становлюсь более женственной Я не превращаюсь в мутанта Вот Поэтому Идите в зал Друзья мои В общем сейчас После упражнения После последнего Отведения ноги Мы побегаем Хорошенечко Вообще Во время интенсивной тренировки Вообще Есть люди Как бы больше силовики Есть люди Более выносливые Если вы не относитесь К выносливым людям То вам будет достаточно тяжело Пережить интенсивную тренировку Но Ничего как бы другого Никто не придумал Если вы хотите Да Если у вас есть лишний вес Вот То естественно Вам нужны Интенсивные именно тренировки Но Если вам тяжело Делать подходы С маленьким количеством Времени отдыха То можно между упражнениями Делать Например Включать велосипед Да Где более или менее Чуть дыхание восстановится Но при этом Вы будете хорошенечко Также работать ножками Вот Мы велосипед не включаем Потому что У нас уже немножко Выносливость натренирована После тренировки Мы пойдем бегать Опять-таки После В принципе После тренировки Я всем советую У кого есть лишний вес Бежать столько Как бы Сколько у вас есть еще энергии В начале тренировки Убиваться кардиотренажерами Я не советую Это просто разогрев Если кто-то Если кто-то и любит Разогреваться Кардиотренажером Белоэллипсоидом В конце тренировки Бегите столько Сколько у вас есть энергии Чем больше вы пробежите Тем больше вы потратите Естественно калорий Вот Поэтому Пойдем посмотрим Как это делаю я Вообще Кто не очень сильно Любит бегать Вот Для кого это занятие Является достаточно Рутинным В том числе Это я Вот Я люблю Интервальный бег То есть Он и для жиросжигания Очень хороший Потому что Работают разные Мышечные волокна Это разная интенсивность Сначала мы Интервальный Значит Бег Это Две минуты Мы идем Две минуты Мы бежим трусцой То есть У нас не отбивается дыхание Мы чувствуем себя комфортно И две минуты Мы бежим на ускорение Это очень тяжело Вот После чего Опять две минутки Мы идем Таким образом Во-первых Для меня лично Что хорошо Гораздо быстрее Пролетает время То есть По две минутки Это шесть минут Круг получается Таких вот Три круга Уже восемнадцать минут Пролетело Вот То есть Поэтому Как бы очень удобно Вот Сейчас собственно Мы так и пробежимся Две минуты Мы пройдем Вот Две минутки Пробежим И две минутки Ускоримся Две минутки 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 что лучше, я меньше съем, но не пойду на эту чертову беговую дорожку, нет не лучше, то есть я даже когда я сушусь, и моя задача сбрасывать вес, я все равно, я ем достаточно углеводов, да, я потому что мне нужно, чтобы мои мышцы оставались крепкими, да, то есть чтобы не терять мясо, чтобы у меня была энергия для хорошего тренинга, я хорошо покушаю, лучше после тренировки я хорошо побегаю, тогда вы получите оптимально именно хорошую форму, пренебрегать бегом не нужно ни в коем случае на сушке, тем более, если вы хотите худеть за счет жировой прослойки, ешьте как можно больше мяса и как можно больше бегать, это все просто, это если говорить двумя словами, вот, поэтому беговая дорожка вам в помощь. В правильной диете эта тренировка нам даст хорошую прорисовку мышц, мы сожгли достаточно много калорий за счет интенсивности, но не забываем, вот, что основная наша тренировка все-таки это приседы, жим ногами, выпады, про это мы не забываем, вот, я думаю, завтра у нас поноют ножки и уже через два-три дня мы будем готовы опять хорошо проработать ноги базовыми упражнениями. Друзья, не забывайте, что тренировки по фитнесу выходят каждый понедельник и в нашем теле существуют, собственно, не только попа и ножки, поэтому в следующий раз я вам расскажу и покажу свою тренировку плеч, вот, поэтому обязательно подписывайтесь на канал, рассказывайте своим друзьям, вот, здесь очень много будет полезной для вас информации, ставьте лайк, пишите нам комментарии, желательно позитивные, до новых встреч, с вами была Катя, пока-пока. Всем привет! Привет, девчонки! Очень рада вас снова видеть. Сегодня будет наша тренировочная неделя номер 3 и номер 4, да? Мы посмотрим, как тренироваться по круговому принципу. Если вы первый раз смотрите наш ролик и не смотрели предыдущий, то самое время к нам присоединиться.